25 нёс вахту над зоной деэскалации Идлиб. Запись радиопереговоров — это хроника последнего полёта майора Филиппова. Голос у него не дрогнул, когда я предупредил. По тебе работают. Выводи тангаж, тангаж, маневрируй. Выпущенная террористами ракета ПЗРК поразила двигатель ведущего штурмовика. Лётчик экстракласса до последнего пытался удержать самолёт в воздухе. В меня попали. Хорошо попали. Пожар правого. Тяну на юг. И левый становится. Вызывай ПСО. Майор катапультировался, когда пламя охватило уже весь самолёт. На земле в одиночку вступил в неравный бой с боевиками. Подпустив нападавших поближе, взорвал гранату. Сдаваться было не в правилах Романа Филиппова. Рома очень хотел быть лётчиком, покорять небо. Он пришёл с мечтой. В школьном архиве, кроме аттестата, сохранилось и вот это заявление. Роман Филиппов просит перевести его в физико-математический класс. Точные науки нужны для поступления в лётное училище. В отличие от своих одноклассников, он точно знал, кем будет, когда вырастет. Недаром сын офицера слов на ветер не бросал. Он не совершал поступков на показ. Не рисовался. Если вот что-то он сделал, такой-то поступок совершил, ему это было неважно, чтобы все знали. Тихо сделал, молча, всё. И никогда не терпел несправедливости, лицемерия. Воронежская школа 85 будет носить имя Героя России Романа Филиппова. Скоро здесь появится мемориальная табличка. Портрет погибшего лётчика, указ о награждении и описание подвига станут первыми экспонатами школьного музея. Свечи у портрета героя сегодня зажгли в Владивостоке и в Краснодаре. Акции памяти прошли у КПП авиационного училища и в Парке Победы у памятника приморцам, погибшим в локальных военных конфликтах. Он стал для нас героем. Настоящим героем, который показал характер русского воина и как должен себя вести настоящий военнослужащий. Редактор субтитров А.Семкин